всем привет сегодня я расскажу немножко о глюкофоне об уходе за глюкофоном об уходе за глюкофоном который полированный то есть он без такого либо покрытия здесь чистый металл и он если его ставить при влажной среде либо намочить как-то либо занести в тепло холодно на него может возникнуть конденсат ну как известно любой металл ржаветь ну и он может покрыть и коробки здесь вот с этим так произошло здесь вот было важно след от руки остался но сейчас погода у дождливая и в общем у него ну вот здесь чуть-чуть пошла ржавчина это как бы минус но как бы и плюс потому что полированный глюкофон можете легко ну вот это убрать самостоятельно и это не составит какого-то большого труда а так лучше конечно его протирать маслом можно льняным маслом можно оружейным кому как нравится чтобы исправить вот это вот пятнышко нам понадобится наждачка наждачная бумага вот это вот номер 1000 1200 вот две с половиной можно сразу две с половиной если там что-то побольше городе а то можно тысячную взять и вот таким вот образом вот здесь сейчас хорошо видно вот эти вот следы у нас тоже круг крупным планом берем наждачную наждачку и она спокойно вот она раз и чистилась вот эта тысячная наждачка потом две с половиной тысячи номер наждачки дальше нам понадобится что нам понадобится постагое она продается таких вот тюбиков в любом магазине где радиодетали радиолюбители но это тюбик с бурой ну то же самое только написано постагое натираем и можно любой тряпкой вот обычной тряпкой если у вас ничего другого нету и тряпкой вот так вот натираем можно чуть значить и он полируется то есть это уже происходит полировка вот это пятно которое вы оставили наждачной бумагой она как бы такое шершавое матовое ну не до зеркала металл становится и вот таким способом вы полируете уже это место где было ржавчина вот буквально сколько этот потратил минуту и пятна уже нет лучше конечно можно использовать войлок у меня есть войлок войлоком еще проще он лучше скользит и лучше полирует то есть вот мы здесь было пятно получается вот снизу осталось видно а здесь уже ну все как новый корпус как был вот таким вот способом устраняются пятна сжавчины на глюкофоне на полированном глюкофоне в принципе можно это делать и не на полированном глюкофоне там достаточно наждачной бумаге там если до блеска не доведенный у меня продаются такие глюкофоны под самопокраску называются принципе его можно и не красить но он так выглядит конечно на любителя может это так нравится такой вот глюкофончик это очень простой способ по устранению коррозии есть еще один способ он еще быстрее это если у вас есть шлифмашинка желательно с регулятором оборотов полировальной просто ставите сюда диск такой вот полировочный шлифовочный он наждачная бумага тоже тут тысяча здесь в принципе уже все блестит и можно даже ничего больше не делать второй этап этот войлок использовал войлок вообще можно любой взять хоть от валенка старого потом также здесь промазывается пастой кори я тут не хочу старый уже пропитанный постой включаем здесь уже все зеркало то есть на это еще меньше это именно полированный в отличие от глюкофонов которые запеченные цвет предпреданных синие бордовые их извлечить от ржавчины таким способом не получится потому что вы если будете шоркать наждачкой по корпусу поэтому синему то вы уберете покрытие и металл станет белым вот таким же в этом минус этих инструментов которые просто без лака покрыты ну не покрыта не запеченные получаются и у них цвет такой а вот этот глюкофон он как бы универсальный его очень легко восстановить домашних условиях без проблем поэтому я продаю не лакированные именно такие инструменты потому что они легко восстанавливаться что касается инструментов которые именно запеченные то я их покрываю лаком ну что ну если он заржавеет то это все его просто по потом заново шлифовать и запекать заново и это опять же ненадолго нужно покрывать лаком поэтому мне уже не раз приносили такие глюкофоны но это не моих публиков не я их делал но приходилось реставрировать глюкофоны которые именно вот запеченные цветом но не заблокированы если он моржавеет то домашних условиях самому его восстановить если вы знаете как конечно делать просто обычный человек но это затруднительно мастера нанести такой вот экскурс глюкофон в уход за глюкофоном еще раз повторю вот после вот этой процедуры глюкофон если вы его не используете стоит у вас просто тряпочку смочите льняным маслом протрите его она без запаха либо оружейным маслом оружейное масло называется баллистол я использую у нее такой тоже приятный запах и принципе она безвредная им даже травмы если порезы там мажут заживляется то есть она для человека полезно всем спасибо за просмотр до свидания